Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Вся прошлая неделя, я думаю, что у многих был период максимального разочарования, потому что именно на прошлой неделе мы услышали много всяких слов со стороны так называемого президента Касмужмар Такаева от правительства, которые продемонстрировали, что эта власть ничего не будет делать для народа. В частности, правительство заявило, что будет оказываться помощь 42 500 тенге нуждающимся. И вот сегодня мы видим, что правительство определило нуждающихся в стране ровно 880 тысяч человек. Хотя, как вы помните, еще в марте правительство заявляло, что получили пособие именно на уровне минимальной заработной платы 4,6 миллиона человек. А что же такого произошло за эти несколько месяцев, что нуждающих стало на 4 миллиона меньше? Что изменилось? У нас страна расцвела, экономика заработала. Как вы понимаете, все сидели на карантине, многие разорились, потеряли работу. И в этих условиях, когда правительство заявило о проведении нового мероприятия в виде так называемого более жесткого карантина, выясняется, что около 4 миллионов человек не получают это пособие, минимальное пособие в размере 42 500 тенге. Вы, наверное, уже многие слышали, что один из известных в медицине профессоров заявил, что необходимо продлить карантин как минимум до конца года. Это фактически идет подготовка сознания населения, что карантин продлится. И вообще сейчас различные международные эксперты говорят о том, что будет вторая волна, третья волна, а у нас уже вторая волна, вот она. И осенью понятно, что она будет снова. И поэтому эти слова о том, что карантин будет продлен до конца года, конечно же, это следующий этап. Нам же недавно говорили, что мы продлим на две недели, посмотрим, но эти две недели не стекли, еще на две недели продлили до 2 августа. Так что я думаю, что ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что ситуация очень плохая. И правительство в реальности посадит всю страну на карантин как минимум до конца года. И этот процесс будет еще продолжаться, ну, как говорят эксперты, возможно, около двух лет. Но задумайтесь, уважаемые друзья, что в этих условиях, когда людям трудно, когда нет работы, когда само правительство заявило, что из работающих 9,2 миллиона человек, где-то приблизительно свыше 4 миллионов человек не работали, потеряли работу. Ну, вы сами понимаете, фактически это половина официально работающих людей в нашей стране. И, конечно же, сейчас в этих условиях эти люди не имеют возможности зарабатывать, не имеют никаких доходов. И тем более выглядит странно, что правительство заявляет, что помощь будет оказана только 880 тысяч человек, а безработные не будут. Другие какие-то получатели помощи, которые ранее получили, единоразово, тоже не получат. То есть вы понимаете, что фактически наш народ брошен на произвол судьбы, как такого государства не существует. Президента нашей страны нет, потому что он ничего не решает. Это мямля. Назарбаев, как фактически глава государства, свалил в Дубай, в Арабские Эмираты. Затем он полетит в Турцию, вдали от своей страны, потому что он боится, что эпидемия будет развиваться. Он еще раз подхватит коронавирус и в конце концов умрет. То есть вот вы видите, что происходит в нашей стране, когда политическая верхушка в лице Назарбаева убегает из страны. То Каев все время говорит наказать. А кого он хочет наказать? Людей, которые продают свои лекарства, которые они приобрели или передают кому-либо. Он нападает на аптеки. На самом деле очевидно же, что всему виной это правительство, которое не дает возможность аптекам самостоятельно покупать на всех рынках. Их принуждает торговать по каким-то фиксированным ценам. Хотя есть простой рыночный механизм, когда убираются монополисты типа формации, где сидят люди Тимура Кулебаева. Вы видели, два месяца там валялись разные лекарственные препараты, гуманитарная помощь. И правительство ссылалось на то, что необходимо было внести поправки в закон, которые они два месяца вносили эти поправки. Ну а вы знаете, какие-то исключительные права, которые давали Назарбаеву, они приняли буквально за пять минут. То есть когда нужно Назарбаеву, это делается очень быстро. Ну и вы должны понимать, что помощи не будет. Карантин будет продлен. Сейчас многие жалуются, что банки долбят их, требуют заплатить и проценты, и вернуть все кредиты. При этом, если вы на улицах появляетесь без маски, вас штрафуют более чем на 80 тысяч тенге. А при этом у вас нет средств, чтобы приобрести эти маски. Лекарственных препаратов как не было, в аптеках так и нет. Со всех уголков страны приходит непрерывный поток информации, что аптеки не имеют необходимых лекарственных препаратов. То есть ситуация критическая. И мы должны понимать, что мы находимся фактически на старте. Потому что все проблемы еще впереди. Сейчас приходит информация с регионов, что идет массовое сокращение дополнительно. Сегодня одна гражданская активистка, активистка из Тараза, заявила, что из 10 семей, которые она знает, 8 не имеют работу. 8. То есть вы понимаете, какая тяжелейшая ситуация фактически половина страны безработных. И в этой ситуации мы слышим только слова от Такаева, беспомощные. Мы накажем, мы решим, я даю поручение. Это то же самое, что если бы он сказал, я приказываю, чтобы было хорошо. И конечно, без действий, без мобилизации всех сил, без правильной организации всех действий правительства, ничего не изменится. Это очередной фейк, очередной фейк власти в лице президента Косможемарта Тукаева. Одним словом, очевидно, что нам говорят, спасайтесь сами. Ну и еще, уважаемые друзья, вы знаете, что правительство намеревается с 1 сентября вести так называемое дистанционное обучение детей. И при этом министр образования заявляет, что не хватает как минимум 700 тысяч различных гаджетов, компьютеров и так далее, которые могли бы обеспечить как бы дистанционное образование. Но мы прекрасно понимаем, что наш интернет в стране не вытянет. Мы прекрасно понимаем, что большинство не имеет соответствующей техники, что интернет в регионах, особенно в сельской части, абсолютно плохой. И эта идея перевести образование на дистанционное обучение, она безусловно будет провалена. И ваши дети, помимо угрозы, что они могут заболеть коронавирусом, помимо того, что они могут фактически остаться вместе с вами без средств существования, вы еще видите, что буквально стоит вопрос, что ваши дети останутся вообще без какого-либо базового образования. Это все результат управления страной Нурсултаном Назарбаевым в течение 30 лет. Это все результат нашего молчания, результат того, что мы 30 лет молчали, ничего не добивались. Я сегодня читал обвинения людей, что во всем виноват Назарбаев и его режим. Это правда. Но в первую очередь виноваты мы с вами, потому что вы знаете прекрасно, когда президент страны, руководитель страны плохо управляет, народ просто его выгоняет. И ставит нормальных людей, которые хорошо управляют страной, доказывает свою эффективность. Когда акимы плохие, когда судьи воруют и так далее, народ просто во всех цивилизованных странах и просто изгоняет или как минимум изгоняет, а в реальность сажают в тюрьму. Но мы это с вами не делали. Мы не организовались, мы не боролись, мы не выходили на акции протеста. Мы все ждали чуда, верили в разные программы. И сейчас продолжаем бояться говорить, что нас лишат работы, у нас берут наши какие-то дома, квартиры, машины, нас могут оштрафовать, посадить в тюрьму. Это все так. Но также и то, что когда народ объединяется, выходит тысячами на улицы, власть ничего не может сделать. И пример Хабаровска, тому пример. Вы видели, в Хабаровске вышло около 100 тысяч человек, 20% населения, полиции нет, ОМОНа нет, никого не сажают в тюрьму, никого не штрафуют. Люди собрались и добиваются, и видно, что они добьются, потому что к этому протесту присоединяются другие города России. И очевидно, что в ближайшие несколько месяцев этот процесс расширится по всей России. Уважаемые друзья, Хабаровск это вообще край России, это какой-то провинциальный город. И провинциальный город задал тон всей России. То есть они подняли голову и сказали, мы не рабы. И в нынешней ситуации мы все должны понимать, наша судьба в наших руках. И сейчас можно уверенно говорить, жизнь или смерть. За вами выбор, за вами выбор, потому что я знаю, что значительная часть общества еще находит в состоянии ожидания. Ожидание, что ковид пройдет, ожидание, что завтра что-то изменится к лучшему. Но очевидно, что ничего не изменится, если мы все вместе не объединимся и не будем действовать. Это очевидно. Очевидно, что эта власть продлит карантин. Очевидно, что вы не получите ни 42 тысячи, 2500 тенге, вообще никакую форму поддержки. Вы прекрасно знаете, что завтра, когда вы выйдете работать на свое предприятие, оно будет разорено. Рабочего места у вас не будет. Вы прекрасно знаете, что наша система здравоохранения не справилась и не справится. Это касается фактически всех министерств. Мы все прекрасно знаем, что у нас государства нет, в стране полный развал. И в этих условиях единственный способ действовать самостоятельно. Уважаемые друзья, я озвучивал, что нам нужно как минимум сейчас требовать. Требовать те положения, которые я озвучивал. И именно тогда это позволит нам хоть как-то выжить. Сейчас это первый шаг. Какие требования мы озвучивали? Мы озвучивали, что необходимо требовать от правительства, чтобы каждый гражданин Казахстана получил ежемесячно по 100 тысяч тенге в течение трех месяцев. Эти деньги будут вливаться в экономику страны. Эти деньги позволят всем пережить вот этот сложный период. И деньги, как заверяет Такаев Назарбаев, в бюджете страны есть. Мы сделали не просто озвучили цифру 100 тысяч тенге, мы его подсчитали. И эта сумма вполне подъемная для нашего бюджета. Второе. Мы говорим о том, что малый и средний бизнес, он должен выжить, потому что он обеспечивает работу несколько миллионов человек. Это города, районы и так далее. Это парикмахерские, кафешки, рестораны и так далее. Масса таких предприятий, где работают свыше трех миллионов человек. И второе было требование, чтобы эти предприятия не платили налоги с марта до конца года. А также, с учетом того, что наши граждане не имеют работу, не имеют возможности зарабатывать, а сейчас банки оказывают на них давление, мы требовали, чтобы именно государство оплатило проценты по кредитам с марта до конца августа за 4 месяца. Оплатило проценты за физических лиц и за юридических лиц, малый и средний бизнес. Вот, уважаемые сограждане, именно эти требования позволят получить передышку. Я знаю, я видел комментарии, когда говорили, вот мы будем требовать и что? Они не реагируют. Нет, уважаемые друзья, когда будут требования миллионов, когда вы будете записывать свое обращение, требования на фейсбуке, в инстаграм, в ютюбе, когда это требование будет массовым, идея, которая обладевает массами, она становится движущей силой. Сейчас мы видим в интернете достаточно редкие обращения и у людей такое отношение, что да, от моего голоса ничего не зависит. На самом деле это не так. На первом этапе массовые требования давление на правительство, безусловно, окажут воздействие. Если бы мы именно в марте не оказывали бы давление на правительство, не было этих даже 42 500 тенге. Сейчас нужно требовать от правительства, чтобы ежемесячно, в течение трех месяцев, правительство выплачивало по 100 тысяч тенге каждому, включая младенцев. Чтобы это правительство списало проценты на 4 месяца, с марта по конец августа. Мы должны требовать, чтобы эти проценты были списаны как с малого и среднего бизнеса, так и со стороны физических лиц. И также требовать поддержать малый и средний бизнес, чтобы с них не взимались налоги до конца этого года. И когда наши требования будут массовыми, тогда вы увидите, что это правительство будет пятиться и выполнять эти требования. Далее, теперь мы все осознаем, что этот режим все, он ничего не сделает. Все, что сейчас он будет делать, это будет попытка каким-то образом выплыть лихорадочные какие-то неорганизованные и непрофессиональные действия. Мы все понимаем, что это бесполезно. И самое трагичное, мы понимаем, что это приводит к смертям тысяч, десятков тысяч. И через месяц-два будет все больше и больше. Ко мне приходит информация, что сейчас акимы городов и областей пытаются занизить число заболевших ковидом, пытаются занизить число людей, которые погибли. Вот из Алматы мне пришло сообщение, что те лаборатории, которые фиксируют заболевших ковидом, особенно частные лаборатории, они получают требования со стороны акиматов, что максимум 50 человек в сутки они имеют право регистрировать ковид. Почему? Потому что оказывается, Такаев ругает акимов городов, что у них плохая ситуация. Вместо того, чтобы организовывать борьбу и мобилизовать ресурсы, акимы просто предпочитают дать указания лабораториям, чтобы они не показывали реальную картину, но реальная картина, мы все понимаем, что она будет в любом случае проявлена. Мы увидим завтра количество смертей, мы увидим ваши заявления, обращения, что ваши близкие умерли. Это невозможно скрыть, но этой верхушке все равно. Они хотят сейчас просто выглядеть красиво, поэтому Такаев заявил, что якобы в основе количество телефонных обращений именно в сторону скорой помощи уменьшилось в два раза. Но мы знаем, что это не так. Ко мне с разных источников приходит информация, что только в Алма-Ате ежедневно хоронят минимум 200 человек. Представьте себе, если в таком городе, как в Алма-Ате, хоронят минимум 200 человек, то в крупных городах, как Астанай-Шимкент, хоронят не менее 100 человек. То есть это только три города, нам дают 400 смертей в сутки. Это вот как минимум такая картина, скажем, не очень точная, а в реальности все окажется, конечно, хуже. Поэтому вы видите, что этот режим ничего не сделает, и нам нужно действовать. Меня все спрашивают, когда дата митинга, когда следующий митинг. Многие в отчаянии, именно те, у кого погибли родственники, они говорят, мы выйдем. И сотни, и тысяч таких обращений я вижу. Но, уважаемые друзья, мы должны не просто вывести людей на митинг, мы должны победить этот режим. А победить этот режим можно только тогда, когда мы организованы. Когда существует ядро в каждом городе, минимум по 5000 человек. Именно те, которые поведут протестующих к охорде. Именно те, которые не допустят никакого хаоса. Как, собственно, это происходит в Хабаровске, когда там вышло 100 тысяч человек. Все очень сильно, хорошо организовано. Люди подготовлены, знают, что требовать. И в этом смысле, именно для этого нужны организаторы, нужны ячейки. Ячейки нужны по всей стране. Каждый день я провожу огромное количество встреч с нашими сторонниками. Я объяснял, что такое ячейки. Я еще раз хочу повторить. Это минимум 5 человек из ваших близких, доверенных людей. Которым вы доверяете, что они вас не предадут. В эти ячейки не могут заходить посторонние. Вы не должны обращаться к посторонним, чтобы вас включили эту ячейку. Это ни в коем случае нельзя делать. И когда вы организуете такую ячейку из 5 человек, вы обращаетесь в штаб Киева. Все данные, телефоны и другие, я сообщал много раз. Они регулярно озвучиваются в моих постах. Вам не нужно организовывать специально видеосвязь. Это все сделает штаб Киеве. Итак, вы обращаете штаб. Затем получаете ссылку, которую вам присылает наш штаб. Вы можете все 5 человек находиться в своих квартирах. И разговаривать по виде связи со мной и со штабом. Мы с вами вместе будем организовывать разные действия, которые приведут к тому, что именно в день, когда произойдет митинг, мы выведем тысячи и десятки тысяч людей. Как я говорил, что если мы создадим ядро 5 тысяч человек, каждый из них должен быть в состоянии привезти за собой еще 5 минимум человек. Итак, мы гарантированно выведем 20-30 тысяч человек на митинги. Нам достаточно в крупных городах вывести по 50 тысяч человек. В средних городах по 10 тысяч человек. Этого достаточно, чтобы режим пал максимум за 1-2 дня. Нам очень важно создать это ядро. Очень важно нам организовать. Нам очень важно, чтобы наши лидеры ячеек вели эту массу в нужном направлении, управляли. Если вы говорите, что вы одиночка, значит вы недостаточно хорошо знаете программы демократического выбора Казахстана. И не можете убедить своих друзей, знакомых, чтобы они включились вместе с вами в эту ячейку. Поэтому, уважаемые друзья, нужно просто усилить работу. Иначе мы одиночками не добьемся смены этого режима. У нас есть ссылки, так называемый штаб Астана Алматы. Но это не значит, что штабы находятся в Алматы и в Астане. Это просто ссылки. Именно по этим ссылкам с вами держит связь представитель нашего штаба, который организует видеосвязь со мной и со штабом. Поэтому прошу, уважаемые друзья, не искать штабы у себя в городах. В Ак-Тубе или в Шимкенте задавать вопросы, говорить, а где штаб в этом городе. У нас штаб виртуальный, он находится в интернете, он постоянно на связи. Вы сообщаете, что у вас есть готовность выйти на связь, что вы собрали эти пять человек, даете свои контактные данные в Телеграм или какой-то вид другой еще связи. И мы согласуем время и организуем контакт. Таким образом, поставлена задача в ближайшие несколько месяцев в крупных городах создать по тысяче ячеек. В средних городах 200-300 ячеек. Это значит, тысячи по три тысячи человек будет ядро организации сопротивления во всех региональных городах и в крупных городах, как Алматы и Астанай Шимкент, по пять тысяч человек. Поэтому, уважаемые друзья, сейчас я знаю, многие в отчаянии говорят, что нет работы, многие говорят, что родственник умирает, что делать и переждать здесь уже невозможно. Чем больше мы сидим и ждем, тем больше мы себе говорим, что вот сейчас пандемия пройдет, а потом мы найдем работу или завтра вдруг Токаев станет каким-то сильным президентом, это себя обманывать. Вы 30 лет обманывали себя, ждали, сейчас выбор, выбор жизнь или смерть, другого не дано. Пришло время действовать, поэтому я приглашаю вас создавать ячейки, выходить на штаб, выходить на связь со мной и действовать. Алга, Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует...